Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ, программа Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем рынок облигаций. В гостях Ольга Ефремова, начальник отдела анализа долговых рынков, прости, Номос Банка. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. И Константин Квашнин, управляющий активной, управляющий компанией Урал СИП. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, традиционный вопрос, как бы там не чувствовал себя рынок облигаций, жизнь-то продолжается, как дела? Настроение, Оля. Ну, на рынке очень смешно. Каким на рынке? У тебя что-то такое? Нет, у меня отличное настроение, тут пообещали бабье лето на днях. Да, да. Тебе лично обещали? Вроде всем москвичам пообещали, да. Видимо, я где-то выпал. Уже, в принципе, есть все признаки на лицо. Ну, чувствую, да, пробка такая была, а я сейчас стоял 15 минут. Да, признаки все на лицо этого процесса. Поэтому, если какие-то аккуратненькие параллели проводить между природными явлениями и явлениями рыночными... Это чуть позже. Сейчас мы Костя спросим, как у него дела. Костя, как настроение у тебя? Настроение хорошее, погода хорошая. О, вот это главное. На рынке тоже все хорошо. Да, вот к этому мы сейчас вернемся. Уважаемые слушатели, если вы захотите задать вопросы моим сегодняшним гостям в отношении погоды ли, природы ли, а может быть и рынка, то вы можете позвонить по телефону, телефон в студию 6510-996, код 495. Либо свой вопрос вы можете опубликовать на сайте, написать нам ЕГО, я его прочту в эфире, сайт финам.фм. В общем, такая у нас с вами двусторонняя, как обычно, связь. Ждем ваших сообщений. Начнем с того, что традиционно в начале программы 18.07 в Москве нарисуем картину маслом, что происходит сейчас на финансовых площадках. Традиционно американцы открылись уже. И следующая история. История, история. Так, основные индикаторы рынка фондового Америки. Доу Джонс чуть больше 0,5%, S&P 500 0,3%, текущая котировка 1434 пункта. Наши ребята, да, Настя уже говорила, ну так, в принципе, вокруг ватерлинии ходят, РТС 0,1 прибавляет, МВБ практически в нулях. Практически в нулях. Так, смотрим на сырьевые рынки. Бренд 114.50 за баррель. Опа. Золото 1738. Еще раз, опа, да, за унцию. Индикаторы валютного рынка евро-доллара 28.40. О, фунт 60 с полтиной. Что-то зашевелилось. А, кстати, краткосрочный, видимо, видимо, краткосрочный, позитивный, я не знаю, как, ну давайте так, спекулятивное движение последнего часа, да, или последние 30-40 минут было вызвано, на мой взгляд, сообщением информационных лент о том, что агентство Moody's заявило, читаю, что может понизить кредитный рейтинг Соединенных Штатов Америки. Агентство Moody's заявило, что может понизить кредитный рейтинг США, который на последнее время находится на максимально возможном уровне Trouble A, в случае, если за переговорами по поводу бюджетной политики, намечен на следующий год, на следующий год, не последует применение мер, результатом которых будет снижение государственного долга. Ну, речь идет о пресловутом 16 триллионах, триллионах, триллионах. Уже цифр таких в природе нет, они все занимают и занимают, бедные ребята. И Moody's, пожалуйста, работают на опережение. Вот что им сегодня взбрендило, обязательно заявить об этом. То есть, будет после выборов как минимум, да, в следующем году как максимум. И вот, говорят, напугали они. И что делается? Ну, делается понятно, что, да, сливают доллар активно, причем, по всем фронтам. Вот. Ну, и мы видим вот эту картину маслом. Думаю, это недолго продлится, но да ладно. Ну, что ж, вернемся к нашей теме, уважаемые гости. Тема заявлена следующая. Российский рынок облигаций на фоне европейской драмы. И вопрос у меня, вам как к театральным деятелям. Что происходит в Европе? Варианты. Драма. Трагедия. Комедия. Трагикомедия. Фарс. Ну, там много еще вариантов. Ладно, берем основные. Оля, начинай. Ну, я бы не стала происходящую ситуацию характеризовать как глубокую драму. Угу. К сожалению... Не, я предложил варианты. Выбери, выбери из предложенных. Комедия. Все смеемся. Выступил Драги, что-то пообещал. Все захотали, начали идти на все скупать. Ну, скорее, наверное, трагикомедия в чем-то. Вот, вот, видишь. Потому что здесь очень сложно какими-то четкими категориями выражаться. Приходится искать какие-то... Компромиссы. Компромиссы, миксы в определениях и прочее. Да, действительно, мы видели, что рынок чрезвычайно оптимистично воспринял заявление Марио Драги о так называемом неограниченном выкупе проблемных облигаций. Если позволишь, я свои пять копеек вставлю в твою тираду, да, я цитирую, цитирую. Председатель немецкого Бундесбанка, господин Йенс Уидман, не согласившись с тем, что мы теперь будем называть прямые монетарные транзакции, ну, вот то, что, да, Драги предложил в качестве выбора, он, значит, назвал это мероприятие, приравнивает он такую стратегию к печатанию денег для финансирования государственных расходов, просто и без обидников. Ну, европейская схема, КУЕ, так называемого. Ну, так вот в этом смысле, да, что это больше, трагедия все-таки или камень? Ну, в этом смысле проявляются драматические нотки, почему, потому что актуализируется жесткая позиция Бундесбанка, завтра у нас день Х, когда конституционный... Ну, ладно, потому что настолько он Х, Костя, Х прям завтра, вот такой... Ну, я бы все-таки обратил на это внимание, потому что Германия не самая последняя страна Европы, ее локомотив, и платить-то всем много не хочется за проблемы всей Европы, поэтому тут... Ну, хорошо, даже если завтра день Х, ожидание, я так думаю, на 99,9% что все там будет в шоколаде. Ну, придется Германии согласиться... Ну, а что же Х-то тогда? Нет, ну... Или, как сейчас модно говорить, день Х. Все равно нельзя заявлять, что стопроцентная вероятность полного согласия. Стопроцентная вероятность никогда не существует. Они могут предложить какую-то схему компромиссную, чтобы как-то смягчить давление на себя. Согласись, у них тоже сложная ситуация, да? С одной стороны, они должны... А! С одной стороны, они должны оставаться локомотивом, все-таки основная нагрузка по формированию вот этого фонда ЕСМ возлагается на Германию, на крупнейшую экономику региона. А с другой стороны, Германии совершенно не хочется быть той рабочей лошадкой, которая вытягивает всех остальных, когда у нее своих внутренних проблем тоже достаточно. У нее тоже имеет место замедление экономики, есть проблемы по рынку труда, которые тоже нужно решать. Вот. Поэтому вполне возможно, что будет предложена какая-то модель, предполагающая и сытость овец, сытость волков, да, да. И целость овец. Целость и сытость овец и сытость волков, вот. Либо это может вылиться в том, что... Подожди, я зацепился сейчас за твое сравнение. Это подразумевает сытость волков и целость, и сытость овец. Ну, безусловно. Ну, такого не бывает. Волки сыты, овцы целы, никто не говорит, что их накормят при этом. Ну, придется накормить, потому что все-таки инвесторы в данном случае, это те голодающие шерстяные, да. Да, да, да. Вот. Интересы которых необходимо соблюдать, и все-таки рынку комфортно существовать, когда доходности не космические. Вот. Поэтому... Это понятно. Хорошо, возвращаемся опять к этой позиции, да, ЕЦБ, к вступлению Драги, собственно, к программе, которую он озвучил. Каким образом? Ведь он заявлял, да, с одной стороны, вот у нас есть это решение, эта решимость, да, всяческими способами, ну, понятно, какими. Удержать Еврозону в известных, Евросоюз в известных пределах. Но при этом ничего конкретного не говорил. Изначально, до его выступления, да, шла речь о том, что будут некие целевые уровни для долгов по облигациям. Да, он говорит, что отпустил, нет у нас никаких целевых уровней. Далее, во времени, да, пытались они во времени сформулировать. Сначала он говорит, нет, неопределенные во времени. Это хорошо или плохо? Вот такая позиция, Костя. Ну, изначально речь шла о определенных целевых уровнях, там, 7% для стран периферии и так далее. Традиционно, да. Да, и Мари Драги заявил, что мы будем выкупать банды без ограничений по нижней планке доходности. То есть, пускай это будет полпроцента, да. Хорошо или это плохо? Для спекулянтов это дает возможность, скажем, поспекулировать, но играть против ЦБ это неблагодарное дело. Ну да, это себе дороже. Да, это себе дороже. Опять-таки, ЕЦБ заявило, что они будут выкупать больше короткосрочные облигации до трех лет. Поэтому вопрос, насколько эта мера будет действенна в каком-то долгосрочном периоде времени, это вопрос. Открытым он остается, да? И на данный момент ситуация подвешена на ниточки, потому что мы видели, что, несмотря на эту всю неопределенность, рынок стоял и ждал, что же будет. Если там рынок акций более волатильный, то рынок еврооблигаций и так далее. Вот давайте об этом мы поговорим чуть позже, послушаем новости. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На Финам.фм сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о рынке облигаций. Собственно, пока мы обсуждаем рынок зарубежный. В гостях у меня, напомню, Ольга Ефремова, начальник отдела анализа долговых рынков Номосбанка, и Константин Квашнин, управляющий активами, управляющий компанией РАЛСИП. Еще раз добрый вечер, коллеги. Здрасте. Здрасте. Значит, уважаемые слушатели, для вас напоминалочка. Телефон в студию 495, это код 651099,6. Звоните, задавайте вопросы или пишите на сайте финам.фм. Ну что ж, продолжим. Итак, мы прервались, Костя, да, в рассказе о, собственно, долговых... О долговых рынках. О долговых рынках Европы, да. Все ждали, что же будет, что же будет. Вот мы увидели заявление Марио Драги, и мы увидели такое отчаянное ралли в суверенных бандах еврозоны. Мы увидели на российском рынке спрос, огромный спрос на бумаге. Насколько это будет продлиться долго или там счастливо, это вопрос открытый, так как сейчас мы ждем завтрашнего дня, и все-таки, скажем так, деревья не могут расти до небес. И, в общем-то, и в целом ситуация не сильно изменяется пока. То есть это пока все заявление до дел... Обещание, да. Обещание заявления до дел еще далеко. И ситуация подвешена на ниточке, как мы сегодня с утра с коллегами общались. Поэтому будем посмотреть. Но на данный момент мы видим огромный спрос на российские евробанды, на суверенные евробанды. Мы видим, что идет такой аппетит к риску. Ну и давайте тогда вернемся. Поскольку Костя заговорил, мы, точнее, не вернемся, а повернемся к российскому рынку. Не случайно основная тема все-таки разговор об этом. Оля, связь прямая. Интерес к российскому рынку облигаций связан с тем, что происходит сейчас за рубежом. Да, наверное, это можно назвать базовой причиной общего улучшения конъюнктуры. Потому что для инвесторов достаточно важно ощущать, что в течение какого-то промежутка времени не будет серьезных потрясений. Те спекулятивные настроения, которые пробуждаются в Европе, они практически моментно ретранслируются и на Россию. У нас много спекулянтов как в лице локальных игроков, так и в лице участников нерезидентов. Поэтому, как Константин верно отметил, действительно, российские, если мы по этапу начнем, российские еврооблигации, они оказались в области повышенного спроса. Сразу же хочется отметить, что эмитенты российские решили ситуацию повернуть в свою пользу и очень оперативно актуализировались какие-то первичные размещения. Очень хочется отметить буквально вчера закрытую книгу по «Газпромнефти». Фееричное размещение. Да, совершенно какое-то размещение, очень-очень яркое. Такого не было давно, когда переподписка по книге десятикратная, при этом там в рынке полтора миллиарда долларов оказывается, соответственно, 15 миллиардов спрос. Доходность, ориентир по доходности пересматривался там с 4,75 до 4,375. То есть это тоже как бы очень ярко. И даже несмотря вот на такой агрессивный уровень размещения, то есть фактически «Газпромнефть» разместилась без какой-то премии к «Газпрому», к своей материнской компании, бумага достаточно комфортно чувствует себя и на вторичном рынке сегодня. Еще замечу, что она и торгуется выше, на фигуру выше ушла сразу же бумага. Вчерашний, да, вчерашний, да. То есть получается навес нереализованного спроса, он сразу выплеснулся на вторичку, соответственно, как бы каким-то эхом там немножко зацепило и кривую «Газпрома», потому что, извините, как бы дочка торгуется без какой-то премии к материнской компании. В этом есть какой-то диссонанс. Инвесторы сразу оперативно настроились на переоценку. Вот, поэтому, и это не единственное имя, там еще несколько банков уже встали в очередь, быстренько поехали в Лондон, в Нью-Йорк, в Азию, там наметили встречи с инвесторами для того, чтобы тоже успеть вот в этот вот период, когда российский риск сейчас интересен, как тот, который сохраняет еще какую-то премию на общем фоне. Когда Европа так стремительно переоценивается, как бы Россия в этом случае становится интересной. И в этом есть прямая связь, да, мы с этого начали? Да, в этом есть как бы связь. Все, что произошло в Европе, это, конечно, в итоге отразилось на российском рынке. Хорошо. Еще один момент. Ну, традиционно мы считаем, да, что облигации все-таки это скорее безрисковая бумага, что ли, ну или... Низкорисковая. Да, ну, в том плане, что низкодоходная, соответственно, содержит минимальный риск. То есть, когда, ну, вот с такой точки зрения рыночной, увеличивается риск, то инвестор все-таки смотрит на рынок акций, нежели на облигации. Так ли это? Здесь не уверен. Все-таки говорить о том, что облигации безрисковые инструменты, мы все должны помнить 2008 год и 1998 год и так далее, даже хотя бы падение, там, этого года, майское, это, как бы, не говорит о том, что облигации безрисковые, там можно переоценку получить в минус 20% только в путь. Легко. Да, скажем, длинные облигации в МПЛКО мы ходили как раз со 100 до 72% от номинала, то есть это сравни, это фактически квази-акция такая. Поэтому вопрос, на что ориентирован сам клиент, человек, индивидуал, инстационал, неважно, на что он хочет, он хочет большую стабильность и меньшую волатильность финансового результата, или он хочет пощекотать себе нервы. Ну, то есть, во втором случае, да, он смотрит на рынок акций, я правильно понимаю? Да, 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 это вот, вы хотите больших прибылей, вы получаете большие риски. Вы хотите стабильных прибылей и меньших, конечно же, вы получаете риски, но меньшие, но вы их получаете все равно. Ну, вот еще раз я все-таки на этом сосредоточусь. То, о чем вы говорили, да, это всплеск интереса к рынку облигаций отечественного, такого всплеска к рынку акций мы не наблюдали, хотя все-таки мы говорим о том, что после заявления, в частности, Марио Драги, после плохой статистики по штатам, возникло ожидание включения печатного столка Федрезервов и вырос интерес, вырос риск. А рынок фондовый не ожил так, как рынок облигаций. Может быть, в силу того, что вообще произошло некое перераспределение. Вот-вот-вот, не очень интересно. Перераспределение интереса. И тут еще надо, как бы, делать ремарку, что немножко разные категории инвесторов. В принципе, все, кто играет на рынке акций, они там и остаются. Вот. Один нюанс, наверное, есть, что для рынка акций, наверное, в большей степени важны какие-то, может быть, новости корпоративного порядка. Они, конечно, на бандах тоже отыгрываются, но в меньшей степени. То есть, бондовый рынок, он следует за какими-то там новостями глобального свойства. Да, рынок акций, он больше чувствителен к каким-то корпоративным новостям. Вот. Плюс еще, наверное, большая спекулятивная составляющая. Рынка акций. Да, и все-таки, наверное, здесь, опять же-таки, вот под влиянием вот этого спекулятивного эффекта, просто инвесторы больше настроены на то, чтобы подождать и, как бы, выждать какого-то более мощного рывка, убедиться в том, что это перейдет из разряда словесных интервенций в какие-то действия. Вот, потому что, ну, это как бы тенденция глобальная, уже все отмечают, кто только может, что рынок акций и европейский, и американский, он по своим масштабам, по своей активности, он выглядит гораздо слабее, чем, например, даже в прошлом году. То есть вот как-то поменялся сентимент инвесторов, вот, и они, может быть, смелее там предпринимают какие-то действия в отношении там долговых инструментов, а в отношении акций как-то вот так вот более сдержанно. Ну, то есть есть такое, ощущение есть такое, да? Да, то есть они вот как бы чего-то выждали. Ну, может быть, Константин как управляющий больше. Да, есть определенный переток денег с рынка акций в рынок облигаций, так как деньги должны всегда работать, соответственно, есть определенная часть спекулятивных денег, которые всегда остаются в рынке акций, как Ольга правильно заметила, и есть менее спекулятивная часть, которая перетекает именно в облигации. Если мы говорим о глобальных фондах, то, наверное, все-таки фонды облигаций, они относительно фонды акций больше по объемнику. Если говорить о российских участниках и тех, кто идут сюда... Нерезиденты, ты имеешь в виду? Нерезиденты, да. Нерезиденты сейчас отыгрывают одну историю, наверное, мы о ней попозже поговорим с ОФЗ. Локальные инвесторы, это институциональные все-таки больше, пенсионные фонды и так далее, Испугавшись прошлого года, 11-го года, сейчас очень консервативно настроены и не хотят получать убытков. Соответственно, идут в рынок облигаций. Поэтому, но рынок облигаций у нас, скажем, за последние 5 лет достаточно сильно вырос и, наверное, повзрослел. И по объему размещений, и по именам, и по отношению инвесторов к имитентам и к анализу всего этого добра. Ну, 5 лет это возраст, по крайней мере, да? Ну, даже не 5, уже, наверное, больше. То есть, в принципе, там, с начала 2000-х как-то он начал формироваться и фактически, я думаю, что уже больше 10 лет такого возраста у рынка. Да, как бы, наверное, инвесторы, почему к нему чуть больше доверия испытывают? Может быть, он не настолько волатилен, в какой-то степени чуть больше предсказуем, а для, как Константин правильно отметил, для управляющих компаний, там, в частности, там, для тех, кто управляет какими-то пенсионными ресурсами, вот именно важно понимание перспективы. То есть, они не могут... Нет, конечно, спокойствие в каком-то смысле. В какой-то степени, да, насколько это возможно при текущих обстоятельствах, для них это чрезвычайно важно. Ну, очевидно, да, то, о чем Костя говорил, даже соглашаясь, да, на меньшую доходность, все равно я преследую задачи, чтобы меня... Да, в конце концов, мы же живем и сегодняшним днем, мы можем поработать на рынке облигаций полгода, понять, что происходит, и после этого делать какой-то правильный трейд в рынке акций и перевести деньги туда. То есть, это два сообщающих сосуда в любом случае. Другими словами, если позволите, я хотел бы все-таки ответ на этот вопрос от вас услышать. То есть, мы говорим о российском рынке облигаций на фоне, ну, бог с ним, да, мы не будем сейчас опять жанр происходящих событий в Европе определять. На фоне событий в Европе, он как себя чувствует, Костя? В настоящий момент он чувствует себя весьма неплохо. Весьма неплохо. Осторожно, но неплохо. Осторожно, но неплохо. Да, все осторожничают, но, тем не менее, паники нет, все спокойно. Оля, у тебя как? Да, я согласна с тем, что очень важно, что нет паники. Возможно, это следствие того, что участники уже немножко научились готовиться к каким-то более-менее серьезным событиям. То есть, тут можно быть разные, как бы, сценарии, там, кто-то подкопил, там, подушечку ликвидности для того, чтобы... Оля, я прошу прощения, поподробнее об этом после новостей. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжаем. На Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Я напомню моих сегодняшних гостей. Это Ольга Ефремова, начальник отдела анализа долговых рынков «Номосбанка» и Константин Квашнин, управляющий активами управляющей компанией «Уралсиб». Говорим мы о рынке облигаций. Ну и в конечном итоге мы сосредоточились на рынке российских облигаций. Здесь есть интересные истории, о которых мы сейчас более детально поговорим. Ну и главное, перед тем, как продолжить этот разговор, все-таки фраза, прозвучавшая из уста обоих моих гостей. Обоих правильно? Да, обоих. Оба моих гостей сегодня сказали примерно одну и ту же фразу, поддержали одну и ту же мысль, что рынок, российский рынок облигаций на фоне событий в Европе чувствует себя неплохо. Как это выглядит по конкретней, Кость? По конкретней, наверное, следует следующее. В настоящий момент мы с начала года уже отыгрываем историю о допуске нерезидентов на рынок ОФЗ. И мы видим, что нерезиденты сюда все-таки пришли. Это было в начале года, это было видно по объему, по росту рынка и так далее. Второе, мы видим, что рынок корпоративных облигаций превратился в какую-то свою, там, своеобразную песочницу. И так, посматривает на старшего брата, за ним следует, но нет такой уже прямой корреляции, как было раньше. Это, опять-таки, следствие того, что весь интерес сместился туда, как институциональных инвесторов, которые на долгосрочную перспективу, так и те, кто видит возможности заработать на росте цен и так далее, спекулянтов. Вторая история, наверное, это поведение центрального банка относительно того, что сейчас происходит. Это то, что наконец-таки он перешел к стимулированию не валютным курсом, а процентными ставками, пересадив всех участников в поезд недельного репо. И, как и сказали в конце того года, в настоящий момент дешевых и совсем доступных денег нет на рынке, что определяет тоже поведение рынка. То есть, вот эти две истории. Ну, плюс, соответственно, мы сейчас видим там проблемы с российской экономикой и так далее. И все смотрят за тем, что будет же осенью пришедшей. Ну, на данный момент, мне кажется, что Минфин все педалирует эту тему с ОФЗ, все смотрят наверх, все видят позитив, идущий с Европы. Все понимают, что, ну, пока только капитала нету, я имею в виду спекулятивного и так далее, давайте поиграем в игры наверх. И вроде бы как ситуация там всем рисуется стабильная. Но, опять-таки, на мой взгляд, это все в какой-то части эфемерно. А вот как давно вот это вот ощущение оптимизма, да, возникло? Давайте поиграем наверх. Как давно? Если Ольга не даст соврать, то, наверное, оптимизм нам пришел где-то в середине августа, наверное, где-то так. Да, после некого такого летнего, там, небольшого майского потрясения, да, потом последующего летнего штиля, который кто-то связывал с периодом отпусков, кто-то связывал с тем, что просто рынок не понимает, куда ему двигаться. Да, по мере того, как вырисовывалась какая-то картинка на внешних площадках, да, там формировалось какое-то понимание, что пока сильно трясти не будет, стал оживать рублевый сегмент, вот, рынок внутренних, внутренний рынок облигаций. Вот, а что касается темы, которую Константин подчеркнул, да, действительно, появление и укрепление позиций нерезидентов на российском долговом рынке, это, конечно, наверное, будет топ-идея 2012 года. Ну, может быть, и следующего даже, да? Ну, там вообще, как бы, перспектива начала работы этого механизма, она несколько туманна, потому что неоднократно назывались сроки, которые лонгировались. Кто-то вначале говорил, что это будет первое полугодие, потом говорил, что это будет третий квартал, сейчас говорят, что, возможно, это будет четвертый квартал. Но я думаю, что никто не удивится, если это будет первый квартал следующего года. Поэтому, да, такая идея, да, долгоиграющая. Да, долгоиграющая идея, которая, скажем, ей в какой-то степени спасибо, да, заставляет нерезидентов все-таки оставаться в рынке, потому что они не уходят от тока какого-то капитала, не наблюдается из-за сегмента ОФЗ, он остается центром концентрации торговой активности, и вот эта вот идея, она греет и локальных игроков, которые подглядывают за тем, как себя ведут нерезиденты, вот, которым интересно укреплять позиции в ОФЗ, да, и в целом, как бы, здесь ситуация такая достаточно живая. Можно говорить, что это вот та часть рынка, которая живет полноценной жизнью, потому что, как Константин правильно отметил, корпоративный сегмент, он немножко как-то вот теряется на фоне, мне еще понравилось, сопоставление старший брат-младший брат, да? Кто из них старше? ОФЗ, конечно же, старший брат, тут даже нет сомнений никаких, вот, корпоративный тоже пытается как-то что-то там изображать, но ему это удается только за счет первички, потому что там вторичный рынок, он очень-очень слабый, а если мы будем говорить про еще один отдельный немножко существующий сегмент субфедерального долга, это вообще в чем-то умирающий вид? Ну, тут я не соглашусь кардинально, потому что все-таки первичный рынок бесторечного и обратно не существует. Вот с середины августа мы видим, скажем, такую волну размещений и субфедеральных займов, и корпоратов, и банков, идущих там по принципу бей, когда, ой, пардон, бей, когда дают, бей, когда бьют. Ну, соответственно, вторичный рынок тоже ожил, он оживает очень так сегментарно, но все-таки основной упор идет на ОФЗ, и в настоящий момент видим такое действительно расслоение рынка. В этом есть, конечно, свой плюс, в этом есть свой минус, надо учитывать, что иностранные игроки сюда идут за доходностями рублевыми, и они фактически играют в свой carry trade, потому что одно дело он получает у себя, условно, 3-4%, другое дело он здесь получает в рублях 7, плюс он получает за своп, получается хорошая доходность. И, насколько я понимаю, рынок – это операции в рублях, то есть они хотят получать рубль. Ну, рубль именно за счет процентов ставки. Но они имеют свою, скажем так, отрицательную сторону, это то, что как пришел условный, там, Deutsche Bank с огромным объемом, либо PINCO с огромным объемом, он также нажмет кнопку «Продать», и этим огромным объемом здесь все смоют. Пока они этого не делают, потому что им говорят, что нет-нет, сейчас все будет, сейчас все будет. Еще подождите немножко, посидите. Да, но они никуда не уходили, да, майский просел был, тем не менее, сейчас мы видим цены выше, чем в начале года, и, ну, как вот, российскому инвестору тяжело понять, куда же дальше при такой инфляции, как у нас, при дорогих деньгах. Их, иностранцев это не пугает пока. Не пугает? Нет, покупают. Ну, кстати, да, вот ты замечательную историю напомнил, Carry Trade. А учитывая, ну, если мы берем там, да, основные мировые валюты, учитывая низкие процентные ставки, повсеместно практически, да, технология практически, ну, эта вот история не работает на развитых рынках. То есть инвестор смотрит все-таки на развивающиеся рынки, в частности, на наш, там, на какой-то, на бразильский, да, там, все. А вот насколько активно сейчас именно операции в рамках Carry Trade? Ну, вообще, насколько я понимаю, есть определенные действия со стороны регуляторов, чтобы такие вещи по возможности ограничивать. Ограничивать? Да, потому что... Я хотел, слышите от тебя, такие вещи стимулировать, провоцировать такие. Ну, это... Ну, это же приток, в конце концов. Ну, это приток спекулятивного капитала, который является самым страшным и, как бы... Ну, то, что Костя сказал, да? Понимаете, нажал на сел и весь рынок... Да, нажал на... Мы это проходили, как бы, и в прошлом году, и в весну этого года, да, как бы, одним легким движением руки, как бы, начинается коллапс. Вот, в зависимости от того, насколько видит перед собой участник рынка текущую ситуацию, как катастрофическую, это может просто смести валом всех остальных, как бы, и локальные игроки не смогут противостоять, как бы, селов, которые начнется со стороны нерезидентов. Вот, поэтому, как бы, есть, насколько я понимаю, определенные шаги к тому, чтобы сдерживать подобные движения. То есть ограничивать спекулятивный капитал, да? Ограничивать спекулятивные операции, вот, но, поскольку ситуация сохраняется, и это является одним из мотивов, почему нерезиденты приходят на российский рынок, наверное, еще плохо какие-то контрольные методы работают. Значит, есть еще над чем поработать? Ну, как раз... Одними контрольными методами наверняка же, да? Нужны какие-то базовые, да? В этом отношении ЦБ учел уроки там прошлого, и на данный момент рубль не дешевый, скажем, все-таки репо 5 четверть, верно, и там зашкаливает в плохие времена. Ну, за 6 уходит. Да, за 6, а трехмесячным, ну, то есть, если смотреть более длинные ставки, там вообще за 7. То есть, говорит о том, что там ЦБ осмотрит за ситуацией, и он не дает дешевую ликвидность. Он понимает, что за все надо платить, вот, и он не готов платить именно, вот, получить волну в страну, и потом получить, да, из страны. И, соответственно, мы получим хит по рублю огромный. Я понял. Ну, и тогда проблема номер один, да, где взять внутри экономики, ну, и каким образом привлечь из-за рубежа длинные деньги, которые не будут смывать, да, каждый раз при, при, запахло жареным, да, и сразу все на вынос. Ну, с точки зрения, там, притока длинных денег на российский долговой рынок, наверное, одним из ключевых игроков остается веб, который управляет пенсионными деньгами. Это все-таки колоссальные ресурсы. Государственные, да? Да, ну, это деньги молчанов, так называемые, да, то есть это колоссальные ресурсы, и всегда пополнение портфеля веба, оно очень благоприятно сказывается на российском долговом рынке с точки зрения того, что он активно что-то покупает, и, соответственно, как бы его участие, его активность, она подстегивает и остальных. Вот, что касается прочих институциональных инвесторов, здесь несколько сложнее. Именно внутренних, да? Да, именно внутренних, потому что все-таки структура фондирования очень много определяет, и немногие могут похвастаться тем, что у них есть дешевые длинные деньги. Здесь опять-таки возникает вопрос, как бы, природы, да, откуда это? Откуда. Вот, поэтому, наверное, наверное, это одна из ключевых проблем для, на мой взгляд, для локального рынка, то, что проблема с длинными деньгами, с дешевыми длинными деньгами. Даже со стороны регуляторов, как бы, ожидать чего-то, мне кажется, неправильно, да, потому что, в принципе, там, осознавая проблемы, которые есть в экономике, да, мы понимаем, что и у Минфина, как бы, его ресурсы, весьма ограничены, то есть, каким образом он может стимулировать появление длинных денег, только через, там, приток, через какие-то внешние заимствования. Допускаю, что, там, в какой-то перспективе этот источник пополнится, да, потому что, там, вот, Путин заявлял, что Россия, в принципе, готова еще занимать, да, но, насколько, как бы, это сможет, как бы, поддержать рынок, тут сложно сказать. Костя, а каким образом стимулировать иностранный капитал? Вопрос, каким образом он стимулирует, ну, иностранный капитал стимулируется уже классическими вещами, как, то, что пафосно звучит, кондиционный климат. Нет, ну, нормально звучит, а что, пафосно? Инфраструктура. Стабильность. Благоприятный инвестиционный режим. Соответственно, но пойдут ли сюда действительно... Я прошу прощения, еще есть слово модное, имидж. Имидж, да. Неоднократно. Ну, мне кажется, как раз с имиджем у России есть определенные сложности. Пойдут ли сюда действительно длинные деньги, это вопрос. Все-таки я с Ольгой согласен, что основной ресурс это внутренний. И, как это ни прискорбно, корпоративный ресурс очень скромен, банки не готовы, ввиду, собственно говоря, дороговизны денег. Остается пенсионный фонд и фонды наше благосостояние и так далее. Это, наверное, один из немногих ресурсов. Что касается... Главное, что он не единственный, да? На данный момент... Давайте мы продолжим об этом, послушаем новости. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На Финам.ФМ продолжается программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Собственно, продолжается, продолжается, заканчивается. Осталось небольшое у нас с вами небольшое количество времени, в течение которого хочется уже подвести некие итоги, собственно, узнать, а что же в сухом остатке. Я напомню, сегодня в студии Ольга Ефремова, начальник отдела анализа долговых рынков «Номосбанка» и Константин Квашнин, управляющий активами, управляющий компанией «Уралсиб». Ну и напомню слушателям, телефон в студию 6510-99,6 и сайт компании «Финам.ФМ». Если все-таки есть какие-то вопросы к моим гостям, можете звонить и писать. Значит, прервались мы на новости, ушли на новости, обсуждая вечную, ну, такую достаточно важную тему. Ну, где взять денег, значит, от чего живут наши рынки, а те сейчас есть долговой, где взять длинные деньги, кто вообще наполняет ликвидностью, да, эти самые долговые рынки. Выяснили, что практически единственный, Кость, да, вот прервали твою реплику, практически единственный, да, этот, это пенсионный фонд. Это пенсионный фонд ВЭБа именно. Именно ВЭБа? Да, именно деньги мучинов, ввиду, там, ограничения того, что корпоративные пенсионные фонды частные, они тоже большие, они тоже могут двигать рынками, но, к сожалению, их пенсионный горизонт один год, так как они вынуждены смотреть за своим финансовым результатом здесь и сейчас. С учетом, там, нашей инфляции и так далее, все просят перебить инфляцию, если, не дай бог, получить убыток. Кость, а если, если не сложно, как вообще выглядит взаимоотношение человека, который принес деньги в негосударственный пенсионный фонд и, соответственно, управляющий компанией? То есть он ставит какие-то конкретные задачи? Нет, человек ничего не ставит, никаких задач, задачи перед управляющим ставит сам фонд, собственно говоря, что человек будет молчаном, что он пойдет в какой-то, там, частный фонд, типа, скажем, там, Транснефть и так далее, их много. Соответственно, задачи перед управляющим ставит фонд, и он ему говорит, ты должен заработать, к примеру, я бы хотел, чтобы вы заработали не менее такого-такого-то объема денег или в год. Год именно. В год, да. А почему именно такой короткий срок? В настоящий момент, мне кажется, что у нас пенсионные фонды не могут показывать убытки и разносить их, разнести убытки фонда на пенсионеров, это большая проблема. Если бы таких ограничений не было, и все мы понимали, что пенсионные деньги, это действительно длинные деньги, может быть, ты в этом году минус 1, а потом плюс 10, плюс 15, минус 2, мы получаем. Логично. В настоящий момент, мы имеем ситуацию, когда там даже ближе к нулю, это большая проблема, потому что надо обогнать инфляцию, которая у нас в этом году там 6%. А механизмы управляющей компании, они каким-то образом, ну, я имею в виду, они широки у нее возможности, потому что понятно, что он может там консервативно как-то, да, вкладываться в определенный набор инструментов, и все. Все зависит от инвестиционной декларации фонда самого, это, скажем так, наверное, вторичное, первичное, это законодательство, конечно, которое устанавливает ряд правил, в рамках которых уже фонд сужает эти правила, либо остается в рамках этих же правил, говорит, вот ты должен работать в рамках закона, и дальше мне все равно, либо ограничивает рейтинг эмитентов, либо там по длине портфель и так далее. Ну, то есть в этом случае, да, опять управляющая компания в каких-то рамках жестких? Да, да, есть фонды, которые четко понимают, что они не готовы нести риски и большие убытки, и какие-либо вообще убытки, и говорят, что вот мне только первый эшелон, и вот мне все равно, что там будет 7%, меня это устраивает, все, вот только так. Соответственно, управляющие работают только в облигациях, там, первого эшелона, трипл-бей и так далее. Забавно. Никакого творчества, Оля, а? Ну, так приходится мириться в условиях, там, не очень совершенной законодательной базы, да, действительно, управляющие оказываются в таких вот жестких рамках инвестиционной декларации. А что в твоем понимании не очень совершенной законодательной базы? Нет, я даже иначе сформулирую вопрос, если сравнивать подобные механизмы на развитых, ну, в Штатах, там, допустим, и у нас, они сильно отличаются? Ну, я думаю, что отличаются они очень сильно, говоря даже о вообще самой структуре пенсионной системы, об институте пенсионных фондов на развитых площадках и в России. Все-таки, как бы, я не очень глубокий специалист в этой области, да, там, относительно того, как существует российская пенсионная система, но даже сам факт того, что она весьма молода в России, говорит о том, что наверняка есть какие-то такие непринеприятные, подтверждает ее несовершенность, вот, и неотработанность механизма ее. Я понял. Ну, ладно, мы немножко уж и в сторону, хотя тема интересная. Вернемся на площадки, да, облигаций на российские прежде всего, ну, и, может быть, даже, опять посмотрим чуть шире. Что в перспективе нас ждет? Ближайший, как минимум, ну, мы не будем, наверное, брать завтрашний день, да, когда будет, соответственно, заседание суда Германии, даже, может быть, и послезавтра тоже не будет. Что же тогда? Стоит? Стоит? Конечно, стоит, но как-то вот приходится жить какими-то очень короткими горизонтами, вот так вот обстоятельства складываются. Да, завтра мы будем смотреть на Германию, послезавтра у нас ньюсмейкер ФРС Бен Бернанке с его пресс-конференции, которая будет после заседания, понятно, что там в части ставок, там даже ни у кого нет никаких сомнений, что все останется как прежде, там основной фокус на скажет или не скажет, будет или не будет, начнет или не начнет, да, ФРС очередную, как бы, программу количественного смягчения. Я его, извини, я здорово говорила, будет или не будет, я его каким-то гамлетом таким представил сейчас. Ну вот так вот обстоятельства складываются, да, действительно, намеки уже какие-то были и, в принципе, рынок устал от намеков, уже ждут каких-то конкретных действий. Ладно, бог себе намеков, у тебя лично какие ожидания? Объявят, не объявят, быть или не быть? Не объявят. Не объявят? Нет. Что скажет? Опять съедет с темы? Да, скажет, что ситуация под контролем, действительно, есть признаки ухудшения в определенных областях ключевых рынков, рынок труда слабый, но его состояние не настолько критичное, чтобы именно сейчас приступать к стимулирующим мерам. Мы наблюдаем за текущей ситуацией, есть угроза инфляционных рисков, поэтому мы немножко подождем. У тебя инсайт? Нет, просто внутреннее какое-то ожидание. Я понял. И что с рынком? Ну, в глобальном смысле. В глобальном треханирует. Треханирует. Костя, у тебя какие ожидания выступления? От выступления, конечно же, ждем, что скажут, все-таки надо выкупать. Надо. Да, надо выкупать. Вопрос. Когда? Сейчас или там через неделю. Но, в общем и целом, складывается ощущение, что конец года мы увидим все-таки чуть повыше, чем сейчас. Либо так же. Но тряхануть может, это не значит, что у нас еще целый квартал впереди. Мы можем сходить вниз, что... Нет, возможно, темного, конечно, и туда сесть. Но, тем не менее, спасать-то надо, и делать что-то надо, и делать будут. Поэтому, все-таки, я остаюсь в такой нейтрально-оптимистичной позиции, наверное, то, что тем не менее страшно, но, как говорится, делать надо. Поэтому, я думаю... Вот это, как бы, самый неприятный момент, который возможен. Вот я именно... То есть, опять, это неопределенность. Как сейчас, и мы не увидим никаких, по крайней мере, на рынке облигаций, таких уж адских движений, там, вниз. Вот, по крайней мере, по еврооблигациям этого не видно. Все, действительно, держат длинные позиции, там, евробанды Rush 30 на своих исторических хаях 126, там, вновь, недавно размещенная Rush 42 тоже на хаях стоит. То есть, именно, если смотреть на евробандовый рынок, как на рынок, действительно, больших фондов, которые, там, больше знают, наверное, там, скажем так, хуже спят, они пока не нервничают. Поэтому, российскому рынку, я думаю, что надо быть осторожным, но, не менее, какого-то, там, в конце, конец года мы увидим чуть выше, чем сейчас. Ну, вот, в течение этих двух месяцев, да, до конца года, оставь, трех месяцев, автор, все может быть? Все может быть, вопрос, как себя ведет, поведет Европа даже. Для меня это больше показатель, нежели, там, Q3 больше даст на акции, там, какое-то воздействие, да, влияние на рынок акций. Мы сейчас настолько сильно близко к Европе, и наша экономика настолько завязана больше, все-таки, на Европу, чем на Штаты, что тут надо смотреть на, действительно, как будут развиваться дела в Европе. Что ты хотела сказать, Оль? Я хотела сказать, что, наверное, самое важное для внутреннего рынка не поддаваться панике, потому что, как мы можем наблюдать, когда не паникует никто. Но это возможно, вот, нашему рынку не поддаваться панике. Да нет, в принципе, можно. Можно, да? Можно, да. Надо просто все сесть и договориться, да, не паниковать. Нет, ну, это, вот, как раз-таки договориться, наверное, невозможно. Ну, конечно, нет, но мы же все только что об этом говорили. Мы же все... Вот, а если жить, вот, как Константин, какими-то ожиданиями того, что... Позитива. Позитив будет, да, пусть не сейчас, надо немножко потерпеть. Подожди, до конца года. Я даже знаю, с чем будет связан позитив в конце года. Будет Рождество, будет Новый Год, будет Дед Мороз, обязательно он принесет подарки. Надо жить позитивом и держать палец над кнопкой сел. Так, на всякий случай. Ну, надо стопов наставить тогда уже, там, на приемлемых уровнях. Ладно, я с этим абсолютно согласен. Последний вопрос... Так, сейчас. А, последний вопрос вот в чем. Ну, бог с ним, переживем, я уверен, мы с вами и завтрашний, и послезавтрашний день, и даже если, да, худшие или там какие-то нейтральные опасения подтвердятся. Вот Костя заговорил, я с ним тоже согласен, да, в спектре опять окажется еврозона, потому что в конце сентября, если вы помните, да, будет вердикт по Греции выносить тройка кредиторов, говорящие о том, как Греция справляется с обязательствами. И если, не дай бог, а Греция, скорее всего, не справилась с обязательствами, потому что уже сейчас об этом ходят разговоры, они там говорят, мы на все готовы, ну, давайте вот только по-другому это сделаем, мы не будем эти отдавать деньги, а будем вот эти. Ну, или там что-то. Что произойдет здесь? Увидим опять мы предыдущую? Да, будет повод понервничать, но уже мы это проходили неоднократно. Мне кажется, сценарий будет такой, что разойдутся стороны на некоторое время для того, чтобы оптимизировать структуру расходов государственных. Вот, тройка даст очередную отсрочку. Греция в это время попробует аккуратненько, как она это делала, через векселя на рынке что-нибудь привлечь, для того, чтобы там закрыть как-то... Под 120 процентов. Ну, не под 120, там она достаточно успешно занимала последние пару месяцев. А что было раньше, я помню. Вот, но как-то вот пока развалы там еврозоны, выхода Греции, там мы не прогнозируем. Ну и самое главное. Друзья, мы будем потихонечку закругляться, значит, прежде всего я хочу проанонсировать, как выбирают президента в России и в Соединенных Штатах Америки. Особенности предварных компаний у нас и у них сразу после выпуска новостей обсудят Юрий Пронько и его гости. Присоединяйтесь, оставайтесь на Финам.ФМ. А я напомню, что сегодня у меня в гостях были Ольга Ефремова, начальник отдела анализа долговых рынков Номосбанка, Константин Квашнин, управляющий активами УК УралСИП. Мы обсуждали ситуацию на рынках облигаций, на долговых рынках Европы, Америки и России. И, как сказали мои уважаемые гости, все не так плохо. Я уверен, все будет еще лучше, потому что впереди у нас Новый год. Всем большое спасибо за внимание, успехов на рынке, всего доброго.